Это ты, настоящий мужчина, дарит женщинам настоящие цветы, а не тиктоковские. Он не завял, он так сделан. Он только вчера подарил, ну как он мог завязать? Тапайте, тапайте по экрану, чтобы нас с вами было больше. И вообще, хочу вам сказать, ну, хочу вам сказать, что вы очень такие-то интересные люди у меня здесь собрались. Прометеи тут, например, вот есть, Алекс, буква В, Инусия какая-то, Юрик, Алекс, Алекс, Сергей. Компашка такая, то что надо. Кожаный журавлик добавляется в стрим. Почему кожаный журавлик, не могу понять. Он хочет стрима. Но мы не будем. Компашка то, что надо, да. Поэтому, пацаны, дарите женщинам цветы. Привет, автор, можно тебе вопрос? Сергей, 15-15. Ну, давай вопрос, только адекватный, нормальный. Ты сейчас как обычно что-нибудь не по теме. Куда отправить? Отправляй мне в Минск. Я здесь сижу и жду твоих цветов. Все. Как вчера, слушайте. Захожу, короче, в эфир, в батл. Сидит такой мужчина. Тридцать четвертого уровня. И говорит такое. Если ты... Короче, обманул, мне сказал, что меня отправят за льва. Не отправил. Но я знала, что меня не отправят. А, далеко. Ну, так все. Тогда... Тогда все. Цветов не будет. Опять я без торис. Цветов не будет. Я без торис в Инстаграм. Нет настроения из-за тебя. Короче, все. Ты виноват во всем, Алекс. В общем, все. Я нашла теперь, кого можно обвинить сегодня. И все. Не нужны мне твои розы здесь. Все. Не надо мне эти тиктоковские розы. Что они мне дают? Ничего. Не хочу я такие. Все. Я выбрала Алекса. Значит, все. Ты виноват во всех моих проблемах на сегодня. Короче. Привет, красавица. Ну, привет, маленький. Что ты мне расскажешь? Что ты мне расскажешь, малышок? Интересного. Да, попал. Лучше бы не заходил, короче, в эфир. Такой сидит. Думаю, бля, как выйти отсюда? Ребята, как отсюда выйти незаметно? Я с деревни. Я живу одна. Вернее, на хуторе. Я живу одна, и здесь никого нет. У меня есть только эфир и вы. Так я тебе говорю, ты такой, ну, типа, как отсюда свалить, ребята? Как это? Как это, тихонечко отсюда сибаться, чтобы никто не заметил. Пообещал мне цветы. Пообещал мне всего. А потом только говорит, это далеко. Это далеко. Какие цветы? Я хочу отсюда выйти, все. В общем, да. А если бы я попросила бы айфон? Что бы ты тогда делал? Цветы цветами. Это еще ладно. А если я сказала, я хочу айфон. Это джентоник. Я хочу новый айфончик. Еще квартиру в центре. И бмв с тонировкой. Что бы ты тогда делал? Тут уже даже, я не знаю, что бы ты делал. Тут уже все вообще серьезные проблемы нарисовываются. Ну, да, тут уже как бы проблемки посерьезнее. Но не надо мне этих подарков. Не дарите вообще. Стоп. Не хочу я этих подарков. Ты мне если корону подаришь, ты должен подарить мне золотую. Такую прям, чтобы диадема была в золоте. Вся как в карте типа. Что ты мне даришь эти тиктоки? Зачем мне эти подарки из тиктока? Понимаете, это вообще ни о чем просто. То есть, ну, ты сказал, Наташа тебе подарить корону? Я такая, типа, да. Ты такой в карте, идешь в карте магазин. И говоришь такое. Здравствуйте, у вас есть корона для принцессы? Они тебе, ну, корону сделают под заказ. Все, вот при такой, Наташка, я все, готов, поэтому можно я тебе подарю корону? Что ты взяла мне в тиктоке корону скинул? Что мне эта корона? А я что, носить ее буду? Приколистые пацаны, конечно, я не могу. Чего ты не отвечаешь? Отвечаю. 16 про макс, я 16 не хочу. Он нагревается, я вообще айфон не хочу. Все, я расстроена от айфона, люди, я не могу. У меня айфон 15 про макс, он нагревается, у меня, короче, года нет, у меня уже 93% батареи. Я что делаю? То есть, ну, днем я работаю на работе, телефон лежит, вечером выхожу в тикток. Из-за тиктока у меня все, у меня айфон 93%, а у него только в декабре будет год. Вот вам айфон 15 про макс. Короче, я не хочу айфон себе больше, ни 16, ни 15, ничего не хочу. Тяжелая дама, ну я не тяжелая, я 52 килограмма, ну потянешь, я думаю. Я 52, рост 62. Не потянешь? Я-то потянула. Ну так, что ты потянешь? Вот на свадьбе скажут, жених несет невеста, сколько ты меня пронесешь? Сколько ты меня можешь пронести? Полметра? Давно тебя не видел. Сережа, привет! Давно ты меня не видел. Вот увидел, теперь для тебя день сделал. Сделан настроение тебе, видишь? Я в эфире и желаю тебе хорошего дня. Все, настроение, уровень, сотка, шкала просто уже без границ. Бля, а что с бровями? Брови просто идеальные. Привет, красуня. Привет, привет. Тут не только брови, я в принципе сама все идеальные. Поэтому кто сейчас скажет, что я некрасивая, вы соврете. Сами понимаете, да? Такие уже экземпляры. Шутка-то норм. Приветик. Конечно, я норм. Норм это еще легко сказано. Понимаете? Норм еще сказано. Тут уже, ну, надо уже серьезные вещи говорить. Спасибо тебе, моя хорошая. Да нет, фигура не очень. В смысле фигура у меня не очень? В смысле? Ты в Америке? Я... Привет. Я в трусах сижу, куда я тебе покажу? Ты нормальный? Сейчас, подождите-ка, я возьму эту... Ой, упала эта штучка моя. Тик-ток же у меня такой, знаете, я чисто вот сижу, я сижу в трусах, обвязанная этим, халатом, потому что лень. Все постирано. Привет. Привет, привет. Единственный минус, что... Не понять. Привет, чем в жизни занимаешься? Я в жизни чем занимаюсь? Ну, я бы сказала, но здесь такого говорить нельзя. Спасибо за розу. Очень приятно. За ваши подарки. Спасибо. Спасибо большое. Ой, еще три. Ох, три розы, это все, это серьезно. Я не могу. Мне кажется, вы в меня влюбляетесь, если честно. Вот мне кажется, это все серьезно уже. Тише, 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 тише. Хватит, хватит таких подарков. Тише, я не могу. Вы можете это все прекратить, пожалуйста? Не надо, это слишком. Это уже невозможно. Такие подарки, это серьезно уже. Вы, ну остановитесь, потому что мне кидает жар. Я начинаю, мне жарко становится от этого. Тише, 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 тише. Здравствуйте, Регнар. Я тут чисто для сарказма. В смысле вы для сарказма? Пацан зашел, даже сразу же корону скинули мне. Такую, типа, я такая буду понимать, что я принцесса. Вот один скинул, но он мне сказал, что Наташка, корона в ТикТоке, это корона в ТикТоке. Я тебе, говорит, карте корону подарю. Вот, теперь сижу, жду. Понимаете? И люблю твой юмор. Никакого юмора, если я на серьезе, пацаны, научу. Я на полном серьезе. Я вас вообще всех обожаю. Вы же мои зрители. Я вас люблю в каждого. Губы вон ради вас крашу. Понимаете? Уже блеска не эта. Короче, уважаю настоящих девушек. Уважайте. А я уважаю настоящих мужчин. Вы знаете, я люблю мужчин, таких, которые говорят и делают. Не люблю просто слов. Вот я чисто, я сама по себе сужу, да? Я когда не могу что-то выполнить, я никогда не говорю. А тут такие, я тебе куплю айфон 15. То есть, ты когда его купишь, ты тогда говори, а не тогда, когда ты планируешь через 10 лет. То есть, зачем? То есть, опять, не факт, что ты это сможешь вообще сделать. То есть, пацаны, вот вам совет на будущее. Всем женщинам нравятся мужчины конкретные, которые говорят и делают. То есть, сказал и сделал. Я в основном говорю тогда, когда уже, типа, я уже вот-вот понимаю.